Приветствую тебя, мой друг! Ты на канале Генераля. Меня зовут Виталя, и мы продолжаем жизнь и страдания господина Бранте. И прежде чем мы перейдем к результатам вашего собственного голосования в комментариях, я не могу отдельно не отметить человека под ником Свободу Сноудену за его столь развернутый и очень интересный информативный ответ. Я прочел с интересом, узнал новое. Спасибо. Я рад, что среди нас, среди вас, зрителей, есть такие умные, грамотные и эрудированные люди. Я стараюсь вам соответствовать по мере сил. Ну что ж, и собственно само голосование. Ну тут все просто. Абсолютно подавляющее большинство проголосовало за вариант силового подавления восстания. Свой голос я также присовокупляю сюда. И это не потому, что я хочу быть на стороне победителей, а потому что, как я уже писал в комментарии под прошлым видео, ну может не все его читали, поэтому повторю еще раз. Просто я по окончанию записи прошлой серии во время ее монтажа вдруг догадался, что исход семьи с ее распадом по идее не должен произойти сразу же, как я говорил в видео, а лишь только в конце данной главы, потому что это событие находится в отдельной категории других событий, которые вот мы точно уже знаем по прошлому прохождению, что они происходят сразу же при выполнении условий. А значит, у нас будет еще практически целая глава, в которой мы все еще можем исправить ситуацию с единством семьи. И таки да, в комментариях под прошлым видео подтвердили эти мои мысли, так что можем рискнуть и не отступаться от намеченного нами пути не на шаг. Ну и разумеется, несколько человек проголосовали за вариант пойти все же на уступки и оставшим удовлетворить их требования ради сохранения единства семьи. Что ж, ваши мнения очевидно обоснованы, я их внимательно прочел, но решение за большинством. А оно не дает никаких уступок и не идет ни на какие компромиссы. Спасибо всем, кто участвовал в этом небольшом импровизированном голосовании. Пишите в комментариях, как вам понравилось. Можем чаще проводить такие ивенты. Ну что ж, вариант первый. Разогнать толпу. Ты отдаешь приказ схватить зачинщиков, чтобы обезглавить и рассеять толпу. Ты качаешь головой и сообщаешь лысому бунтовщику Шмидту. Никаких переговоров не будет, пока толпа угрожает спокойствию в городе. Ты повышаешь голос и объявляешь толпе, что попытки надавить на власть приведут только к кровопролитию. Ты этого не допустишь. Всем приказано немедленно разойтись. Непокорные возмутители спокойствия будут арестованы. Толпа в нерешительности останавливается. Однако возгласы вожаков гонят ее вперед. Издалека в ответ летит выкрик Глории. Может, и меня арестуешь, судья? От слов ты переходишь к делу. По твоему приказу жандармы срываются, словно псы, почуявшие добычу. Орудуя дубинками, они легко рассекают сметенную толпу. Ты отдаешь команды, стараясь не упустить ни одного из вожаков. Их окружают. Снимают с бочек и ящиков, вяжут. Площадь стремительно пустеет. Оставляя лишь грязь и запах людского пота. Общая участь не миновала и Глорию. Ее связали общей веревкой с остальными вожаками и ведут в темницу префектуры. По пути ты вынужден выслушивать возмущение и проклятие от собственной сестры. Ты словно забыл, что сам когда-то был простуретином. Это все из-за вас, дворян. Вы не способны слушать. Только давите и давите нас. Я... я ненавижу тебя. Глория пытается замахнуться на тебя, но ее руки крепко связаны. Ты стараешься не смотреть на сестру. Судьи, неспокойно следившие за наступающей толпой, встречают тебя как триумфатора. Пусть ты действовал жестко, зато ты защитил префектуру и не дал перерасти волнением в настоящий мятеж. Однако большинство задержанных тобой простолюдинов отпускают на свободу в тот же день. Распоряжение Эльборна. Префект не хочет дальше нагнетать и без того накаленную обстановку в городе. Выпущенный из плена Фредимунд Шмидт проходит мимо тебя, отвесив злорадный поклон. Вслед за ним, понурив голову, идет Глория в сопровождении отца. Держа ее за плечи, отец бросает в твою сторону гневный взгляд. Оба так и не удостаивают тебя ни словом. Отношения с Глорией минус один до минимума, до минус пяти, вражда. Мы просто врагами стали с ней. Правосудие минус один до одного. Надеюсь, нет никакого события на правосудие ноль. Типа там придут и поднимут меня на вилы. Карьера плюс один до семи. Будущий префект, мой друг, я уже будущий префект. А в городе беззаконие. Единство минус один до двух. Склоки и споры. Доблисть плюс один. Но у нас там максимум и был. Запас сил минус пять до нуля. Что ж, сейчас узнаем, что у нас произойдет. А ничего у нас не произошло. Год 1139 у нас произошел. 21 год нам стукнул. Да, все верно, все правильно. У нас не происходит сразу развал семьи, распад. А значит, у нас есть целая еще глава. Практически целая глава на то, чтобы исправить эту ситуацию. А значит, мы ее выправим, мой друг. Я думаю, разработчиками так и было задумано. Так и было замысленно. Год 1139 наместник против герцога. Уже третий год власть в провинции Магра расколота надвое. Новый наместник провинции Гайтэмпес никак не может укротить своевольный нрав герцога Тарквиния Милнида. Герцог так и не смирился с потерей должности имперского наместника и упорно продолжает считать себя верховным правителем провинции. На его стороне остается большая часть старой знати, верная древним вассальным клятвам. Гайтэмпес прилюдно обратился к герцогу с требованием признать законную власть наместника. Я, голос и воля императора Уттера Второго в провинции Магра. Герцог Милнид, какими без землями и титулами не обладал, обязан исполнять волю и распоряжение своего государя. Я протягиваю руку в знак примирения. Пусть герцог смирит нрав и дальше владеет своими землями и титулами. Герцог удостаивает наместника дерзким ответом. Земля Магра испокон веков принадлежала роду Миланидов. Мы часть империи и верные слуги императора. Но посягательство на свое исконное право наш род не потерпит. Еще никогда герцога не лишали права представлять имперскую власть в собственной провинции. Помните, господин наместник, кому из нас приносили клятвы верные и благороднейшие из дворян Магры? Ни герцог, ни наместник не желают уступать. Но оба слишком влиятельны, чтобы в одночасье избавиться от противника. Вражда между двумя аркнами затягивается. Но теперь ее жертвами все чаще становятся простые люди. Герцог Миланид, утратив право собирать налог, решил облагать жителей и городов и деревень Магры новой податью. Теперь простолюдин обязан выплачивать налог сперва наместнику, а затем герцогу. Народ Магры стонет от гнета сразу двух податей. Многие наотрез отказывают сплотить второй сбор, называют его беззаконным. Но имперский легион во главе с молодым военачальником Дорием Оттоном безжалостно отбирает у крестьян и горожан все, что причитается герцогу. Достаток Магры минус один до пяти. Достаток. Порядок минус один до восьми. Спокойствие. Власть плюс один до минус одного. Борьба за власть. Подарок семье. Последний год стал для вашей семьи испытанием. Заботы о будущем в дворянстве меча, пристальное внимание городской знати и расприя между Стефаном и Глорией. Сегодня вечером озабоченный отец собирает всю семью за столом во дворе. Догорает закат, дует легкий ветер. Однако вместо ужина на воздухе вас ждет семейный совет. Посреди стола лежит раскрытая золоченая шкатулка. Внутри виднеется целая россыпь драгоценностей. Семья. Сам герцог Милнид почтил нас подарком. Вот уж неожиданность. Я решил, что все имеют право об этом знать. Отец разворачивает приложенное к шкатулке письмо. Господин Роберт Бранте, дарую эту шкатулку вам и вашей семье в знак заботы о подданных своей провинции. Примите дар и помните, кому должны быть верны истинные дворяне Магры. Герцог Магрийский. Торквини из рода Милнидов. Семья изумленно разглядывает драгоценности, сверкающие в уходящем солнце. Все это стоит немалых денег, но герцог прекрасно знает, что я на стороне префекта Альборна и наместника Гая Темпеста. Неужели он думает, что нашу преданность можно так беззастенчиво купить? С другой стороны, герцог ничего от нас не требует, а семейная казна сейчас несет большие расходы. Отец, никто не принуждает нас вставать на сторону Милнида. Да и кто мы такие по сравнению с герцогом? Нельзя гневить его и отвергать дар. О драгоценности нам очень кстати. Таким и не стыдно поделиться с лучшими семьями Анизоти. Они проложат нам дорогу к дворянству меча. Матушка сокрушенно качает головой. Ох, Роберт, чувствую, этот подарок не доведет нас до добра. Должно быть, я лезу не в свое дело, но все же не хочу, чтобы наша семья оказалась должниками герцога. Еще бы, принимать дары от Милнида, да он прославился только тем, что угнетает простолюдинов и обдирает деревни своими податями дочиста. Это уж не тебе решать, Глория, это дело чести и семейной репутации. Прошу, не ссорьтесь снова, пусть Бастиан скажет, что делать с этим подарком. Взгляды всей семьи обращаются к тебе, твое слово будет решающим. Раздать знати. Можем, потому что дипловатия больше одиннадцати и со Стефаном отношения у нас хорошие и отличные. Вы примите герцогские драгоценности, вместе со Стефаном выпустите их на подарки городской знати и заручитесь благосклонностью дворян. Репутация плюс два, до десяти, до десяти репутация, мой друг. А репутация до десяти нас приводит, нас приводит к славному роду. Причем это уже событие, я так понимаю, с этой категории произойдет сразу, моментально. Ну что, получим? Получим? Наверное, да. Сейчас только глянем другие варианты, может там еще что-то есть. Для нашего пути. Дипломатия плюс один, да, это наш навык, до восемнадцати уже поднимем. Тайные планы плюс один до четырнадцати, вау, супер, класс. Супер, супер вариант. Ну мы его, кстати, выбирали в концовке перфекциониста. Отвергнуть подарок. Можем, потому что отношения с отцом у нас зашкаливают. Ты убеждаешь отца отослать шкатулку обратно герцогу. Единство семьи плюс два. Блин! 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 Единство семьи плюс два, блин, мой друг. Хе-хе-хе-хе-хе. Запас сил плюс пять, доблесть плюс один, отношения с Милдином минус один. Это не нашего пути вариант. Конечно, это вариант не нашего пути, но единство плюс два. А единство нам нужно. Нам единство в любом случае нужно. Иначе мы все равно не получим. Два варианта меча. Здесь нужно единство, видишь, единство три. И приближенный наместника тоже единство три. Кстати, в комментариях писали многие, что приближенный наместник это даже круче, чем дворянство меча. Ну да, это очевидно даже по требуемым условиям, что это круче, потому что здесь условий больше требуется. Не знаю, дойдем до конца, станет ясно, понятно. Меня просто здесь смущает, что это Гай Темпес нам должен выдать приближенного наместника. Вроде как мы не должны за него быть, но не знаю, точно я не уверен в этом. Это походу главы нам раскроется, откроется. Станет это все яснее, понятнее, куда нам стоит стремиться. В любом случае, единство три нужно и там, и там. В принципе, у нас два сейчас единства, да? Ну, не знаю, не знаю. Продать драгоценности. Богатство плюс два, единство минус один. Вы примете герцогские драгоценности, чтобы выручить за них круглую сумму. Мы вдруг хоть новое голосование устраивали. Стоит ли нам отклониться от нашего пути или нет? Блин, мы бы сейчас получили уже репутацию десять. Дипломатия плюс один. Ой, как сладко выглядит. Как сладко смотрится-то, а? Сейчас сразу бы получили славный род. Но с другой стороны, репутация у нас восемь. А мы идем по пути дворянина. А путь дворянина это всегда как бы повышение репутации, да? Климо позора нам точно не светит. Мы уже не за заговорщика играем. Нам что еще там нужно? А нам еще богатство нужно, да? Еще и богатство нужно. А здесь богатство шесть, а здесь богатство пять. Вот вопрос, вот вопрос. Чую я, чую я, мой друг, что сейчас от этого варианта все будет зависеть. Добьемся ли мы вообще или не добьемся дворянства? Меча. По всему я не должен отвергать подарок. По всему я не должен отвергать его. Только ради единства, да? Опять же тут доблесть плюс. Нам некуда ее повышать. Запас сил плюс. Это неплохо. Герцог милнет минус один. Меня еще это смущает. Если путь истинного дворянина подразумевает выступить на стороне Миланида, то, блин, как бы это нам потом не помешало бы. Где отношения минус один? Выступить на его стороне? Ну, не знаю. Ну, конечно, вариант. Конечно, вариант этот, да. Истинный, настоящий. Застоящего дворянина, мой друг. Если уж мы в прошлом событии не отступались от пути истинного дворянина, то почему мы сейчас должны отступаться? Мы не будем отступаться. Я выберу, конечно же, раздать знати. И Стефан за этот вариант. И он по всем смыслам наш. Репутация плюс два. Стефан за этот вариант. А Стефан это дед номер третий, напомню. Я дед номер два. Естественно, я дед номер два. Дипломатия плюс один. Это наш навык. Тайные планы плюс один. Тут все говорит о том, просто все говорит о том, что это наш вариант. А здесь мы начнем хитрить юлить. Нет, 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 нет. Если уж вы проголосовали в прошлом событии за то, чтобы разогнать толпу, поступить как настоящий дворянин. Кто я такой, чтобы сейчас поступать не как настоящий дворянин? Будем до конца уже честны. Будем до конца тверды в своих намерениях пройти весь путь как истинный дворянин. Естественно, как истинный дворянин я приму этот дар благосклонный от Милнида. Раздам другим знатным семьям. Поднимем свою репутацию. Станем славнейшим родом в провинции. Поднимем дипломатию. Поднимем тайные планы. Разумеется. Давай раздаем. Неужели дед бы променял бы это, а это практически уже... Практически мы уже вот на пороге получения дворянства. Таким образом, да, мы станем сейчас славнейшим родом. Неужели бы дед отказался от этого ради какого-то единства семьи? Я думаю, что нет. Ты соглашаешься со Стефаном. Дар герцога отвергать не стоит. Лучше пустить его на важнейшее семейное дело. Получение дворянства меча. Все верно. Все правильно. Ты и Стефан определите, кому, когда и как преподнести подарки. Я тоже склоняюсь к этому решению. Да тебе все равно вообще, отец, к чему там склоняться? Безвольный человек. Мы это в прошлой серии уже решили. Да будет так. Напишу герцогу ответ с нижайшей благодарностью. Но твердо скажу, что не меняю сторон. Я по-прежнему служу префекту и наместнику. Будь осторожен, отец. С миланитами шутки плохи. Но герцогу не в чем будет нас упрекнуть. Я и Бастиан распорядимся драгоценностями как следует. В следующей неделе вы со Стефаном назначаете встречи, посещаете приемы и праздники. Ты обнаруживаешь, что ничуть не хуже старшего брата разбираешься в знати о Низоте, их отношениях и пристрастиях. Щедрые подарки и ваша с братом обходительность высоко поднимают семью в глазах дворянства. Ну разве могли мы другой вариант выбрать? Нет, конечно. Ну это просто кристально наш вариант нашего пути. Ну вот никак по-другому. Одно плохо. В семейной казне не остается ни одной монеты про запас. Да нормально-то все с нашей казной. Репутация плюс два до десяти. Славный род. Дипломатия плюс один до восемнадцати. Вхожь в высшие круги по-прежнему. Тайные планы плюс один до четырнадцати особо опасен. И происходит у нас событие славный род. Это событие вызвано твоими предыдущими поступками условия выполненной репутации десять. И нет клейма позора. И уже не будет. Славный род. Твой последний поступок убедительно доказал знать и о Низотти. Семья Бранта заслуживает наивысшего почета и уважения. Ваши дела говорят сами за себя. Вы заботитесь о чистоте имени. Чтите имперские традиции. Благородные семьи будут рассчитывать на ваши услуги. Вы, Бранте, снискали славу благороднейшего из молодых дворянских родов Анизотти. Хотя у вас пока и нет потомственного титула дворян меча, вся городская знать уверена, он не за горами. Наместнику Гаю Темпосту настоятельно советуют обратить на вас самое пристальное внимание. Дипломатия плюс один до девятнадцати. Блин, доблесть уже который раз проваливается в никуда, потому что нас просто зашкаливает. Сколько должно сейчас было быть? Двадцать три, двадцать четыре пункта доблести, если бы могли накапливать ее дальше. Славный род. Получено достижение Славный род. Славный род события произошло. Семья Бранта заслуживает славу благороднейшего из молодых дворянских родов Анизотти. Класс. Давайте дальше. Давайте дальше. Давайте следующие достижения мне. Следующие подвиги какие-нибудь. Свершения. Власть закона. О, сейчас, наверное, будем опять что-нибудь, какой-нибудь вердикт выносить. Начался уже второй год твоей службы в префектуре. В дверь кабинета стучатся. Ты отрываешься от бумаг и разрешаешь войти. Внутрь проскальзывает секретарь Эльборна. Префект желает видеть тебя в своем кабинете. У него к тебе важное дело. Агустен Эльборн выглядит уставшим и постаревшим. Но он все еще радушно приветствует тебя. Ты садишься в кресло напротив барона. Эльборн просит секретаря налить вам вина. Рад видеть вас, господин Бранте. Как вам дается судейская служба? Должен сказать, я внимательно слежу за вашими первыми делами. Вам уже пришлось рассудить непростую земельную тяжбу между дворянином и простолюдином. Но таких случаев в провинции будет все больше и больше. И вам пора спросить себя. Как вы, судья, будете разрешать этот великий спор между сословиями? Посмотрите вокруг. Жизнь в империи меняется. И наш с вами дворянский и судейский долг примирить сословия на основе закона. Это твой долг, мой нет. Мой долг это укоренить старые традиции. Но на этом пути у префектуры стоит преграда. Многие дворяне, а в особенности аркны, все еще пытаются жить по древним традициям. Я тоже. Для них нет никакого закона, кроме дворянского суда чести, где все решается знатностью рода или поединком. Они не признают судебную власть префектуры и открыто пренебрегают новыми имперскими законами. Что уж говорить о спорах между аркнами и людьми низкого сословия. Иные аркны скорее прирежут простолюдина на месте, чтобы не тратить время на разбирательство. Я тоже. А ведь закон гласит, что любой подданный императора имеет право на справедливый суд. Вот вам вопиющий пример. Дори Оттон, военачальник нашей провинции. Вам доводилось с ним сталкиваться? Да, на балу в столице. Этот аркнийский господин известен своей страстью к дуэлям. Мимо него нельзя пройти, не оскорбив его честь. На поединках с ним погибло уже множество дворян-людей. А уж скольких простолюдиного он улишил жизни просто от скуки. И поймите, Бранты, этих людей некому защитить, кроме нас. Удел не позволяет простолюдинам брать в руки оружие. А даже если бы они посмели пойти против удела, им все равно не по силам справиться с Оттоном, одним из лучших аркнийских воинов. И слава богу. Беззаконные убийства, которые творит Оттон, должны прекратиться. С чего это вдруг? Мы должны остановить и подобных ему. Над этими варварскими традициями должен восторжествовать закон империи. Никогда не бывать этому. Но сейчас я не в силах осудить Оттона. Провинция все еще живет старыми традициями, и это хорошо. А люди остаются бесправными перед родовой властью Аркного, это отлично. Сейчас немыслимо, чтобы Аркн ответил за свои преступления перед судом. Мы должны изменить это шаг за шагом. И я ищу в этом лице союзника Брантея. Не там ищешь. Нам с вами предстоит укрепить власть имперского закона в Магре. Эту власть должны признавать все, от простолюдина-бедняка до самого высокородного Аркна. Мы покажем, что закон – это не просто еще один дворянский способ угнетать простых людей. Закон империи, как и божественный закон, властвует над каждым, несмотря на любые сословия и титулы. А поэтому я и обращаюсь к вам, Бастиан Бранте. Встаньте вместе со мной и вашим отцом на защиту закона. В каждом деле вершите правосудие и принимайте справедливые решения. Кто бы перед вами ни стоял – простолюдин или родовитый дворянин. Так одно дело за другим, мы остановим дворянский произвол и добьемся признания верховенства закона по всей провинции. Но должен сразу вас предупредить. Я не всесилен, и даже здесь, в префектуре, у меня много противников среди судей. Они пока не смеют идти против меня напрямую, но наверняка будут строить козни против вас. Что скажете, Бранте? Вы готовы встать на мою сторону и изменить нашу провинцию к лучшему? Готовы поддержать меня в борьбе с самоуправством старых дворян? Встанете на защиту простых людей от Дориа Оттона и ему подобных? Встать на сторону Эльборна? Ты обещаешь префекту, что поддержишь его замысел. Последствия. Огустен Эльборн – обещание. И отношения с Огустеном Эльборном плюс два. Отказаться. Ты не можешь принять предложение Эльборна. Запас сил плюс пять. Отношения с Огустеном Эльборном минус два. Так, ну, никаких предательств пока нет по отношению к нему. Соответственно, отношения с ним будут минус один. И запас сил плюс пять. Да, разумеется. Не буду никаких обещаний я ему давать. Не буду я на его сторону вставать. Отношения мне с ним не нужны. Я его противник. Я его противник. Мой друг, не забываю. Он для меня практически Софья. Только миролюбивая Софья. Отказываемся, естественно. Молчание. Отказываться после такой вдохновенной речи непросто. Разделяешь ты взгляды Эльборна или нет, но ты не готов давать префекту громких обещаний. Ты только начинаешь судейскую службу. Кто знает, как сложится твой путь в дальнейшем. Какие дела тебе предстоит разбирать и чьи интересы затронуть. Как это скажется на репутации и положении семьи. Нет. Ты не станешь давать обещаний, которые можешь не выполнить. Ты объясняешь свои опасения Эльборну. Лицо префекта каменеет. Он сдержанно кивает в ответ. Ну если так еще хитро. Хитро ему ответил, что типа, ну не то, чтобы я против вас, но я пока не знаю. Дипломатично, дипломатично. Как настоящий дворянин. Как настоящий скользкий хитрый дворянин. Мне нравится, как наш ответ Эльборну прозвучал. Я понимаю вас, юный Бранте. Империя мне раньше казалась чем-то огромным, монолитным и абсолютным. Попытки изменить ее порядки казались тщетными и обреченными на провал. Но сейчас я твердо знаю. Мир меняется. И его меняют люди. Каждый из нас может повлиять на то, какой будет Империя завтра. Подумайте об этом, когда будете выносить вердикты. Хочу вас заверить, что это решение никак не скажется на вашем служебном положении. Продолжайте исполнять свой долг судьи, и я по достоинству оценю ваши усилия. Удачи на службе, господин Бранте. Ты возвращаешься в свой кабинет. На столе все так же разложены бесконечные бумаги. Казалось бы, ничего не изменилось. Но теперь ты знаешь, насколько большие дела зависят от твоей ежедневной службы в префектуре. Ты садишься за стол в задумчивости. Отношения минус два до минус одного с Огустином Эльборном. Запас сил плюс пять до пяти. Хорошо, пригодятся где-нибудь. Наверняка. Старый друг. На Анизотти спускается вечер. Знойная духота сменяется долгожданной прохладой. После дневных дел ты неторопливо возвращаешься домой. Ты сворачиваешь знакомый с детства переулок. Ноги будто сами выносят тебя к месту детских игр, останкам деревянной крепости. Как много изменилось с той поры, когда ты играл здесь с друзьями детства. Погрузившись в воспоминания, не сразу замечаешь, что ты здесь не один. К тебе приближается высокая фигура в офицерской форме легиона. Непослушные каштановые волосы. Лукавый огонек в глазах. Томас. А, какие люди, Бранте! Стоило мне вернуться в город, и кого же я вижу? Друг детства заключает тебя в объятиях. Что там, не поменялось у него писание? Нет, не поменялось. Твой друг со времен отрочества после возвращения из столицы служит в имперском легионе. Магры под началом Дориоттона. Нашу когорту недавно перебросили сюда в подчинении Магрийского легиона. Теперь охраняю покоя родной провинции. Ну, давай, делиться новостями. Хочу угостить тебя ужином. Поговори им. Вспомним старые времена. Томас осекается. Ты вдруг замечаешь, насколько старше он стал. Лицо стало резче и грубее. В глазах куда больше усталости, чем привычного озорства. Хотя должен предупредить, Бастиан. Я сейчас не слишком благонадежная компания. Уже успел нажить опасных врагов. Такая связь может плохо сказаться на твоем имени. Так что, если не хочешь, чтобы нас видели вместе, ничего, я пойму. Улыбка на лице Томаса тускнеет. Поужинать с Томасом. Ты не упустишь шанс пообщаться со старым другом, чтобы ему не угрожало. Репутация минус один. Фу, мой друг. Как же хорошо, что мы вовремя подняли эту десяточку ее, да? Получили славный рот. Нам же именно славный рот нам нужен. Подожди. Я постоянно забываю. Извини, мой друг. Постоянно буду сюда ходить смотреть. Да, у нас тут репутация восемь нужна. А, подожди. У нас тут и славный рот и не нужен. А, это в приближенном наместнику. Вот, отлично. Смотри, на приближенного наместника у нас уже есть славный рот. А он дается за десятку репутации. А сама репутация непосредственно нужна восемь лишь. То есть мы теперь можем спокойно снижать репутацию на два пункта до восьми. И мы все еще получим это. Потому что достижение-то получено уже славный рот. Оно никуда у нас не денется. Его не отберут. Уже никак не отберут у нас достижения. Так что у нас все схвачено отлично. Да, вообще без проблем можем понижать репутацию на два пункта вообще запросто. А мы, собственно, по-другому и не сможем поступить. Запас сил плюс десять. Во, отлично. Супер. Пригодится где-нибудь. Сотношение с Томасом плюс один до четырех будет. Супер. Уйти мы не можем. Потому что у нас путь дворянина. И у нас узы дружбы с ним. Ваши пути давно разошлись. Судьба Томаса больше не связана с тобой. Ты протягиваешь Томасу ладонь. Вы крепко пожимаете друг другу руки. Как я могу уйти от него? Как я не могу проявить уважение к другу и уделить ему время, если я поклялся? Поклялся клятвой дворянина, что наши пути никогда не разойдутся. Как я могу уйти? Нет, конечно. Не забываешь старых друзей, Бранте. Вот и правильно. Ну, вперед. Вы отправляетесь в трактир по дороге, вспоминая детские похождения на этих самых улицах. В трактире вы усаживаетесь на лавку в дальнем углу. Томас велит обслуге принести доброго вина и закуски. Ты рассказываешь о новом деле. О том, как прошли твои первые годы после возвращения в Анизотти. Делишься новостями о семье. О замысле добиться потомственного дворянства. О спорах между старшим братом и сестрой. О здоровье матушки. Томас озабоченно кивает. Не просто вам приходится. Всегда ваша семья была не похожа на другие. То ли дело у меня. Отец все так же трудится в мастерской. Мать по-прежнему занимается хозяйством. Только я вот вернулся служилым дворянином. Хоть я уже и не так этому рад. Томас вдруг резко мрачнеет. Ты спрашиваешь старого друга, в чем дело. Тот, быстро оглядевшись по сторонам, снижает голос. Я же теперь капитан в легионе провинции. А кто у нас военачальник? Его превосходительство Дориоттон. Представляешь, служу под тем самым аркном, которому умудрился еще в Этерне дорогу перейти. Так он меня еще и запомнил. Ох, боюсь, ничем хорошим это не кончится. Ну да ладно. Справлюсь как-нибудь. Не бери в голову. А так служба как служба. Наводим порядок в беспокойных городах и селах. Охраняем провинцию, знаешь ли. Уж раз утра до вечера, само собой. Но знал бы ты, Бастиан, как мне надоели эти казармы. Я вот уже о семье задумываюсь. Мне мать все твердит. Найди себе добрую невесту, мол, давно пора. Вы разговариваете до самой темноты. Наконец, Томас спохватывается, что его уже заждались дома. Вы поднимаетесь с лавки, оставляя за собой пустые тарелки и одну опустевшую бутыль. Уходя, ты краем глаза замечаешь, как вслед за вами из глубины зала двинулась неприметная фигура. Пока вы с Томасом идете по улицам родного квартала, ты то и дело оглядываешься, однако следившая за вами тень куда-то пропала. И вот вы уже на своей улице. Стоите в полутьме между родительских домов, как и много лет назад. Ну, прощай, Бранте. В Анизоте я теперь бываю только изредка. Наши когорты вечно на марше по провинции. Но если будет, на то воля близнецов. Скоро свидимся. Береги каждую свою жизнь. Делаешь ты на путьстве другу. Томасом отношения плюс один до четырех. Привязанность. Репутация минус один до девяти. Все равно нам на это мы уже получили славный род. Запас сил плюс десять до пятнадцати полон сил. Супер. Класс. Дело о газете. Наступает первая годовщина твоей службы в префектуре. Ты уже не юный студент. Ты успел усвоить, что знания и исполнение законов лишь самое малое из того, что должен уметь судья. Ни одно важное дело не обходится без лавирования между буквой закона и мнением дворянского света и интересами властителей провинции. На второй год службы у тебя на столе оказывается все больше исков против дворян. Просто людины больше не мирятся с притеснениями и ищут защиты у имперского закона. Твоей защиты. Карета везет тебя по улицам Серебряного квартала Анизотти. День начался с того, что тебе передали письмо с печатью ратуши. Тебя срочно желает видеть бургомистр провинции Рэмюэль Верман. Ты хмуришься. Приглашение бургомистра совершенно точно связано с твоим очередным делом о газете Кворума. Это дело грозит обернуться большими неприятностями для всех, кто к нему причастен. Малый Кворум ведает сбором и распределением налогов в провинции. Несколько лет назад брат императора Корнели Темпест издал закон, по которому места в Кворумах провинции стали выделяться не только дворянам, но и зажиточным простолюдинам. А теперь простолюдины Малого Кворума начали выпускать и распространять по Анизотти собственную газету. В ней они яростно отстаивают права низкого сословия на участие в управлении провинцией. Стоит за выпуском газеты богатый промышленник Майер Игмонт, хозяин серебряных рудников. Я не удивлюсь, если он еще эту газету выпускает в типографии, которую возглавляет на этот раз Софья в одиночку. Я не удивлюсь. Его же перу принадлежит нашумевшая статья, в которой он требует от наместника Гая Темпеста являться на заседании Кворума. Ты достаешь газету, чтобы перечитать статью Игмонта. Майер Игмонт, богатый и влиятельный промышленник из Анизотти, председатель Мещанской палаты в Малом Кворуме провинции Магра, защитник прав простого сословия, но при этом осторожный и знающий меру. Тонкий политик, он всегда на шаг впереди своих противников. Мы требуем, чтобы господин наместник, почтенный Гай Темпест, перестал пренебрегать нашими собраниями. Мы получили законное право заседать в Малом Кворуме от нашего императора Уттера Второго. Наш голос должен быть услышан и принят наместникам во внимание. Карета останавливается на площади у роскошного здания ратуши. Отсюда имперские чиновники ведут управление городом, решают хозяйственные и денежные дела Анизотти. Тебя сопровождают по витой лестнице к палатам самого бургомиста. Ты оказываешься лицом к лицу с Рэми Эльверманом. Несмотря на почтенный возраст, бургомистр держит горделивую осанку. Тонкие и резкие черты лица выделяют в нем аристократа старых кровей. Рэм Эльверман, бургомистр Анизотти. Ну, бургомистр это мэр по-русски. Ну, если, конечно, можно сказать, что мэр это русское слово. Ну, городовой, короче, кто-то углавляет город. Отсюда и название соответствующее бургомистр. Ведают текущими делами города. Глава дворянского суда чести. Непримиримо следует старым дворянским традициям борется против преобразований в империи. Ах, да, господин судья. Из семьи Бранта, верно? Благодарю, что быстро прибыли. Но и наше дело не терпит отлагательств. Не буду тратить ваше время, перейду сразу к нему. Вы ведете дело о газете Малого Кворума, не так ли? На меня посыпалось множество жалоб на газету от дворян старейших членов Кворума. Они справедливо считают, что статья Майера Эгмонта оскорбила нашего наместника Гая Темпеста, аркна из великого императорского рода. Этим выскочкам простолюдинам мало того, что их допустили к управлению благосостоянием провинции, что уже само по себе нарушение их низкого удела. Хоть вы, господин Бранта, и заслужили свою мантию недавно, но должны понимать, что дворянская честь не потерпит таких оскорблений. Я ожидаю, что вы исполните свой судейский долг и немедленно найдете основания закрыть эту жалкую газету. Ваш префект Эльборн может иметь другое мнение на этот счет, но если вы, господин Бранта, проявите мудрость и смекалку, то поймете, на чьей стороне в этом деле быть выгоднее. Вы молоды и можете пойти далеко, если обзаведетесь влиятельными друзьями. Поэтому жду от вас единственного возможного и справедливого решения по этому делу. Надеюсь, вы будете благоразумны. Прощайте. Ты возвращаешься на службу с тяжелыми мыслями. Эльверман прав. Для закрытия газеты достаточно одного твоего приказа. Не нужно даже искать никаких оснований. Ты судья и дворянин, а газету выпускают простолюдины. Пусть и богатые. Газета не нарушала никаких законов, статья Игмонта лишь требовала, чтобы наместник прислушался к мнению Кворума. Ты можешь отклонить жалобу дворян и показать простолюдинам, что они могут положиться на справедливость префектуры, но можно не сомневаться, что такой вердикт приведет в ярость Эльвермана и многих твоих коллег-судей. О том, что дело газеты поручено тебе, узнает и отец. Он посещает тебя, чтобы дать совет. Твоему положению не позавидуешь. Сложно разрешить это дело в пользу одной стороны, не разгневав вторую. Сын, а не попытаться ли тебе примирить их? Устроим светский прием и пригласим на него и Майера Игмонта, и старых дворян из Кворума. Если удастся решить их спор, то никто не помешает тебе узаконить газету. Даже Эльверман не станет возмущаться, если жалобы дворян прекратятся. Стоило отцу уйти, как у тебя новый посетитель. В кабинет заходит твой знакомый судья, Карло Форграбин. Он озирается по сторонам, прежде чем начать. Вранте, я слышал вам поручено разобраться с той мещанской газетой. Сложное дело. Такие требуют достойные награды для судей. Как насчет обратить его себе на пользу? Вы же с префектом Эльборном на короткой ноге чуть ли не родственники. Если господин префект подпишет нужный приказ, то можно не только закрыть газету, но и изъять напечатавший ее станок. А вот моим друзьям среди дворян Кворума не помешало бы свое печатное издание. Я бы с радостью помог передать изъятый станок благородные руки. Посудите сами, и вредную газету закроем, и поможем достойным господам дворянам доносить свои мысли, и вознаграждение за свои старания получите. Повсюду польза. Подумайте, Бранте. Когда все посетители наконец оставляют тебя, ты остаешься в пустом кабинете наедине с решением. Если закрыть газету, то насколько далеко заходить? А если подтвердить право газеты на существование, то каким путем? Закрыть газету. Ты выносишь решение о запрещении газеты малого кворума. Карьера плюс один, правосудие минус один. Отношения с Рэмми Эльверманом плюс два. Меня здесь пугает снижение правосудия до нуля. Как бы чего-нибудь не произошло негативного. Не закрывать газету. Ты признаешь существование газеты законным и отклоняешь жалобы дворян. Карьера минус один, правосудие плюс один. Узаконить газету. Ты устраиваешь прием, чтобы на нем примирить Игмонта и дворян кворума. Это позволит тебе узаконить газету. Можем, потому что дипломатия больше тринадцати и запас сил у нас есть. Последствия. Защитник народа. Карьера плюс один, правосудие плюс один, богатство минус один, запас сил минус пять. Изъять печатный станок. С помощью префекта ты изымаешь станок, на котором печатается газета и передаешь его дворянам кворума. Не можем, потому что, блин, отношения с Огустеном Эльборном у нас минус один, а должно быть два. А если бы мы с ним согласились, да, в сговор с ним вступили, то я смог бы сейчас это сделать. Блин. Тайные-то планы нам позволяют больше десяти. Карьера минус один, правосудие минус один. А, хотя такой себе вариант на самом деле. Хотя богатство поднимает. Смотри-ка, богатство плюс один, репутация плюс один, тайные планы плюс один. И с Огустеном Эльборном минус два, потому что я предам, получается, его, да? Я не могу его предать, потому что я и в сговор-то с ним не уступал, чтобы его предавать. Да, слушай, да, наверное, самый нормальный как раз-таки вариант изъять печатный станок. Хм. Надо было открыто не идти против Огустена Эльборна. Получается так, что ли? Ну, чтобы истинно, истинно разыграть здесь. Хотя, с другой стороны, карьеру понижаем, правосудие понижаем. С чего это хороший вариант? Ну, только разве что богатство плюс один. Да, нам это нужно. Нам нужно богатство поднять еще на одну или даже две единицы. Узаконить газету. Вообще, самый нормальный вариант здесь узаконить газету, но... Во-первых, он, конечно, естественно, не по пути дворянина истинного. И богатство минус один. Вот что плохо. Мы потом не сможем получить дворянство меча. Что делать будем-то, а? У нас уже богатство будет три. Нам здесь пять нужно. В приближенном наместнике шесть нужно. Ну, значит, закрываем газету. Закрываем газету, получаем отношения с Ремель Верманом плюс два. Получаем карьеру плюс один до восьми. Получаем правосудие ноль. И надеемся, что ничего негативного не произойдет какого-то события, потому что мы правосудие снизили до нуля. А если и произойдет, чтобы мы нормально могли там разрулить его. И, возможно, даже с какими-то плюсами себе. Давай посмотрим. Склонившись над бумагами, ты пишешь свой вердикт. Газета про столюдинов посмело выступить против наместника, представителя императорского рода темпостов. Этого достаточно, чтобы раз и навсегда прекратить ее существование. Узнав о твоем решении, в префектуру прибывает сам Майор Эгмонд, владелец злополучной газеты. Ухоженный вид и богатый наряд промышленника делают его похожим на дворянина. Низкое происхождение в нем выдают только грубоватая манера говорить и отсутствие благородной осанки. Эгмонд в гневе нависает над твоим столом. Господин судья, вы не хуже меня знаете, что в газете не было ни выступлений против императорской власти, ни клеветы народ темпостов. «Неужели до сих пор простое сословие не имеет права голоса? Не может рассчитывать на справедливый суд!» Ты хладнокровно отвечаешь, что газета признана незаконной. За ее выпуск Эгмонд обязан уплатить штраф в ратушу. Твое решение окончательно и обжалованию не подлежит. Здесь нужен такой звук удара. Бум! Молотком судейским. «Что ж, я заплачу, деньги у меня есть, как знаете, но вы, господин судья, давно ли вы сами стали дворянином? Успели уже позабыть, каково быть всегда в чужой власти? Знаете, времена меняются, наш голос так легко не задушить!» Эгмонд в сердцах хлопает дверью и уходит. Его война за права низкого сословия явно далека от окончания. На следующий день тебе приходит записка от бургомистра Рэмми Эльвермана. «Благодарю вас за честную службу! Ваш вердикт справедлив! Простолюдины больше не будут марать бумагу клеветой на благородных господ! Вы не разочаровали меня! Будьте уверены, я замолвлю слово за вас на дворянских собраниях! Так держать, судья Бранте! Да, я думаю, я правильно поступил. Отношения плюс два. До симпатии! Класс! Карьера плюс один, до восьми! Класс! Правосудие минус один, до нуля! Упадок префектуры! Что ж, сейчас мы узнаем, что-нибудь произойдет от этого или нет. Мой друг! Да! Есть еще событие на ноль завязанное! Марш отчаяния! Это событие вызвано твоими предыдущими поступками! Правосудие ноль! Мне уже страшно, мой друг! Мне уже страшно! Я уже боюсь, что ж там будет-то, а? Мне хватило прошлого события, которое завязано на правосудие два! А здесь правосудие ноль! Значит, все будет гораздо жестче! Гораздо страшнее! Чую, мы на этом событии, наверное, сейчас серию закончим, мой друг! И объявим новое голосование в комментариях за вариант, какой нам тут предстоит выбрать, потому что какие-то, наверное, скорее всего будут ужаснейшие варианты! Не знаю, сейчас посмотрим! По улицам Анизотти шествует огромная толпа! Мужчины, женщины, дети, старики! Блин, я всех поднял, короче, да? На бунт! Изможденные лица, жалкие лохмотья! У многих распухли животы! Младенцы плачут на руках старух! Над толпой несется заунывный стон! Люди движутся к ратуше! Там сегодня заседает Совет Провинции! Тебе поручено не допустить кровопролития на улицах Анизотти! Такова воля наместника! Ты решительно движешься навстречу толпе! Три отряда жандармов молча поспевают за тобой! От повисшего в воздухе напряжения мурашки бегут по коже! Ты знаешь, что это твои последние решения погнали простолюдинов на улицы! Чернь осталась без каких-либо прав! Больше ничто не останавливает дворян от произвола! Ремесленники и рабочие! Крестьяне и зажиточные мещане! Все сейчас терпят! От дворян наказание за малейшую повинность! Мало того, префектуру теперь наводняют жалобы простого сословия на беззаконные грабежи, убийства, поджоги! Шествие в смятении останавливается перед вами! Ты вглядываешься в толпу! Простолюдины смиренно молчат! Они безоружны! Последние годы бесправие отучили их даже думать о мятеже! Крови можно не опасаться! Это хорошо! Ты освобождаешь шествию путь и отдаешь жандармам приказ сопровождать колонну! Глазами ты ищешь предводителя этого шествия! В первых рядах вышагивает немолодой священник в белом одеянии! Ты узнаешь отца Ленарта, настоятеля храма у Белого Древа! А! Ленарт их вывел! Господин судья, мы идем к ратуше! Пусть совет провинции посмотрит на детей магрые! Если не совесть, так жалость должна проснуться в их сердцах! Видят близнецы! Простолюдины не могут дальше тянуть такую ношу! Ты представляешь, к чему я привел тут все в провинции? Ты представляешь, на пути истинного дворянина? Какой я сволочь! Какой я истинный дворянин! Какая я мерзость! Фу! А! Прикольно развиваются события, мне нравится! Где ты еще такое посмотришь? Сам-то точно, наверное, на это такое не выйдешь, потому что рука не поднимется такие решения принимать в такое сводить игру, да? А тут можно посмотреть, какие ужасы тут можно учинить! Че тут можно только устроить, да? Пусть те, кто заседают в ратуши, увидят дела рук своих! Пусть устыдятся и сжалятся! Ведь их закон творит только страдания! Путешествие достигает площади перед ратушей и останавливается! Ты слышишь возмущенные крики и спешишь на шум! Движения колонны преграждают солдаты! Карательная когорта имперского легиона! Ты хмуришься! Когорта прибыла в город вместе с военачальником Дорием Оттоном! Весь последний год они по приказу Оттона жгли, грабили и убивали крестьян магры, не желающих платить двойной налог! Нифига себе, ну как тут все закрутилось, а? Простолюдины сбились в кучу! Задние ряды напирают на передние! Легионеры держат строй! Вот-вот в легионеров полетят камни! И тогда прольется кровь! Отец Ленард выходит вперед! Пустите простых людей к совету! Пусть правители увидят, до чего беззаконие довело город! Капитан Легиона! Имперский офицер, командующий когортой Магрийского легиона! А ну молчать! Кто послушает этого лже-священника и сделает еще шаг, сразу отправится на встречу с близнецами! Жандармы прокладывают путь на площадь! Ты идешь прямиком к капитану легионеров, высокому ружьему мужчине с холодными глазами! Ты спрашиваешь, какой им дан приказ? Приказ военачальника Оттона! Охранять заседание Совета провинции! Не допустить чернь к ратуши! Когорта! В порядок! Стройсь! Легионеры движутся четко, словно части одного механизма! Перекрыв дорогу цепью, они смыкают щиты! Задние ряды толпы продолжают напирать! Но все же люди останавливаются! Легионеры мерно стучат щитами о землю! От этого звука цепенеют даже дети, ревущие на руках родителей! Мечники в линию! Хмурые мечники выстраиваются за щитами! Они готовы по первому же приказу обнажить оружие и шагнуть вперед! Ты спрашиваешь капитана, они собираются атаковать этих людей? А что? Я намерен выполнить приказ своего начальника! Да и моим ребятам это будет в радость! Господин Оттон под страхом истинной смерти запретил грабить в городе! А они не привыкли оставаться после службы без трофеев! Так, пусть хоть душу отведут! У меня нет слов, что здесь вообще закрутилось и что здесь вообще происходит в нашей магре! Тут не просто какое-то беззаконие с гнетом дворян в отношении простолюдинов! А и простолюдинов просто грабят! Просто грабят простолюдинов! Убивают, насилуют, жгут! Это уже перебор, по-моему! Даже дед бы, наверное, охренел бы! Хе-хе-хе-хе! Такого поворота событий! Хе-хе-хе-хе-хе! Я не знаю! Я не знаю! Я смех не могу сдержать! Злорадный такой, знаешь, какой-то... Смех отчаяния! Смех отчаяния по отношению к тому, что здесь происходит вообще! Смерив тебя взглядом, капитан что-то прикидывает в уме, после чего подходит ближе и переходит почти на шепот! Вообще, я могу пойти навстречу и придержать своих ребят! Пропустить шествие к ратуши! Но для этого в моих карманах и должно появиться золотишко! Понимаете, да? Ты смотришь на легионера и не веришь своим ушам! Значит, вот кого набирает вот он в свои карательные когорты! Хе-хе-хе-хе! 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 Отличная! Отличная власть дворян у нас! Просто отличная! Мы, значит, их принижаем! Делаем с ними что хотим! Все решения там против простолюдинов в пользу дворян выносим! Все иски простолюдина в отношении дворян отклоняем! Просто делаем что хотим! Грабим их! Да еще и у нас есть в нашем подчинении, в причинении нашего дворянства, целые карательные когорты легионов, которые занимаются просто банально грабежом, разбоем, хе-хе-хе-хе! Каким-то геноцидом простолюдинов! Хе-хе-хе-хе! Вот мы тут устроили власть дворянства! Я прям, прям, я не знаю! Вот это, вот это, вот это истинное дворянство! Вот это истинная власть дворян! Хе-хе-хе! Сто процентная! Ничем не ограниченная! Абсолютная! Абсолютная власть дворян! Я знаю, как это назвать, то есть я как-нибудь назову! Абсолютный истинный дворянин! Абсолютная власть дворян! Я не знаю! Это даже не тирания, это уже просто политика уничтожения геноцида. Я не знаю, не могу назвать это по-другому. Шествие остановилось. Передний край во главе с отцом Ленартом твердо стоит на месте, не собираясь отступать. Однако за небе в глубине толпы поднимаются шум, крики и паника. Легионеры отбивают ритм. Еще минута, и они пойдут на толпу. Рыжий капитан оглядывается на тебя, готовясь отдать приказ. Твои жандармы ждут в стороне, нервно сжимая дубинки. Заплатить капитану можем, потому что богатство наше больше двух. Ты обещаешь взятку капитану легиона, если тот пропустит шествие к ратуше. Богатство минус два, репутация минус два, отношения с Гаем Темпустом минус один. Мы не можем себе этого позволить, мой друг. Дед бы никогда в жизни так не стал бы поступать. Потому что этот вариант нас в перспективе может лишить. Да не может, скорее всего он пулевому нас лишит. Вообще, возможности получить дворянство меча. А это же наша главная цель, ты помнишь, да? Это же главная мечта деда. Получить дворянство меча. Он бы так никогда не поступил, и мы так не поступим. Отдать власть легиону. Ты отзываешь жандармов и даешь действовать карательной когорте. Последствия. Порядок минус два, карьера минус один. Ну, в принципе, нормальный, кстати, вариант. Да ну, в смысле, по бонусам, конечно, нормальный вариант. Так-то, конечно, это просто жесть. По смыслу. Защитить простолюдинов? Ты приказываешь жандармов защищать простолюдинов ценой своей жизни. Можем, потому что доблесть больше шестнадцати, кстати. Очень много доблести нужно на этот вариант. Последствия. Защитник народа. Карьера минус три. Смерти плюс один. Мы можем себе это позволить. Только вот вопрос. Будь на моем месте, дед. Он бы что, позволил себя убить, защищая простолюдинов? Как это вообще себе можно представить? Да никак. Мой друг, мы встали на этот мерзкий путь. Мы тут уже скатили все к абсолютной какой-то власти дворян, которые просто бесчинствуют уже. Ну так давай не будем отступать от этого пути. Хуже уже не будет. Да мы постараемся еще хуже сделать. Конечно же дед на моем месте не вставал бы на защиту простолюдинов ценой своей жизни. И не заплатил бы он капитану, потому что это лишает нас возможности получить дворянство меча. Конечно бы он отдал власть легиону, сказал бы, ладно, делайте с этими простолюдинами что хотите, их удел терпеть страдать. Да и вообще он бы наверное еще присоединился к ним бы и своей тростью бы помогал бы и бил бы по головам простолюдинов. Что ж, будем действовать как каратели. Жесть. Просто жесть. Я когда в себе фантазировал, значит, в своих вот фантазиях, в своих мыслях, что может быть там в этой четвертой главе, чего я там могу достичь. Я думал, ну максимум там будут какие-то незаконные решения выносить такие в пользу дворян, унижать простолюдинов, может казню нескольких простолюдинов, такие решения, вердикты смертной казни вынесу, да. Но то, что дворяне просто начнут геноцид простолюдинов, что я буду действовать как каратель, будут карательные отряды здесь, которые грабят, насилуют, убивают простолюдинов, какую-то полную анархию, ну как, нет, это не анархия, это наоборот, это обратная степень анархии, анархия это безвластие, а тут такая, ну это беззаконие, такое абсолютное, полное, 200% власть дворянства, и что они ничем абсолютно не ограничены в своих действиях, и они делают все, что угодно. И когда простолюдины, доведенные нашими действиями до отчаяния, уже не видят вообще никакого другого выбора, чем просто уже прийти, приползти на коленях, с младенцами в руках, плача и умоляя нас, хотя бы просто пожалеть их, просто пожалеть, они же не пришли здесь восставать против нас, противиться нашей воле, они сказали просто обратите на нас внимание, посмотрите, мы держимся из последних сил, проявите хотя бы каплю сострадания, хотя бы из жалости, пощадите нас, пожалуйста. Они пришли, стоят на коленях и умоляют нас, плачут и взывают нас о пощаде. И как поступаем мы? А мы в ответ против этих умоляющих плачущих людей используем карательные когорты и душим их, душим, давим, убиваем. Я о таком даже не мог мечтать, я такое даже не мог предвидеть, я даже не мог себя такое вообразить, я не думал, что по пути истинного дворянина можно вот до такого довести. Это просто жесть какая-то, я сейчас просто в шоке. Ты отходишь в сторону, ты не собираешься платить взятки легионерам. Как хотите, господин из префектуры, тогда я продолжаю исполнять свой приказ. Линия, наступай! Ты приказываешь жандармам отступить и выстроиться в стороне от когорты, кровопролития уже не избежать, но ты не будешь к нему причастен. Не прекращая стучать по щитам, легионеры переходят в наступление. Стена щитов шаг за шагом выдавливает людей все дальше и дальше. Задние ряды напирают на передние, в давке люди не могут развернуться, стон над площадью превращается в рев. Щитоносцы расступаются и вперед выходят мечники. Когорта прокатывается по толпе, солдаты действуют безжалостно и четко, они рубят головы и вспарывают животы. В действиях солдат нет жестокости, спокойствия и уверенность, как у мясника на бойне. Под ноги легионеров ряд за рядом ложатся тела погибших. Детские почти сразу же исчезают в дымке, отправляясь к перерождению. Трупы стариков остаются лежать на брусчатке. Всю бойню ты наблюдаешь со стороны и надежно окруженный строем жандармов. на следующий день тебе приходится отчитываться о событиях марша префекту Эльборну. Я до конца не верил, что легион решится пустить в ход оружие. Давка унесла не меньше жизни, чем удары мечей, проклятые головорезы. А вы, господин Бастиан Бранте, были бессильны защитить народ? Как, впрочем, и всегда. Хуже всего, что даже такой отчаянный марш не убедил нашу верхушку прислушаться к простому сословию и вернуть ему хотя бы какие-то права. Помяните мое слово, от этой бойни даст трещину вся империя. Порядок минус два до шести недовольства. Карьера минус один до семи будущий префект. Да. Вот такой бывает она абсолютная ничем не ограниченная власть. Ставь лайк, мой друг, если понравилось, ставь дизлайк, если не понравилось, подписывайся, чтобы не пропустить следующую серию, узнать, есть ли предел моральному и нравственному падению и разложению Бастиана Бранте. Или такого предела нет. Или отписывайся, если тебе это неинтересно, мой друг, ты волен поступать так, как считаешь нужным. И до встречи в следующей серии. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова